Игры сборных России и Франции проходили с 10 по 13 августа на спортивных площадках Москвы и Подмосковья. Три напряженные встречи, практически без выходных и всего пять тренировочных дней. На то, чтобы сыграться, времени оказалось слишком мало. Стать единой командой так и не удалось. Да, трудно. Мы там так и не стали, мне кажется, одной командой. Ну как-то потому, что все вроде бы, каждый сам за себя хочет доказать свое место в составе. Ну так и должно быть. Несмотря ни на что, все получилось. Первую игру в Мытищах подопечный Валерия Брагина выиграли в сухую 8-0. Во второй встрече, которая состоялась в Подольске, вновь вырвали у французов победу 7-4. Далее у ребят был однодневный перерыв и обе сборные посетили московский Кремль. Познакомились с историей символа столицы, увидели соборную площадь, грановитую палату и воочию убедились в великолепии парадных залов Кремля. Там же в Москве сыграли и последний матч. Кстати, проходил он в довольно необычном месте, на канадской площадке, в торговом комплексе «Город», в окружении магазинов и покупателей с тележками. Это была интересная, но технически сложная игра. Там площадка меньше идет, там надо намного быстрее думать, там надо намного быстрее все делать. Если там голову опустишь, то может быть больно. Третья встреча завершилась со счетом 7-1. Победа вновь за сборной России. Ребята признались, на самом деле играли не идеально, были ошибки, хромала оборона. Но воспользоваться минутными слабостями наших французы не смогли. Уровень не тот. Они не жесткие, они какие-то неталантливые, обычные игроки какие-то. Было неинтересно играть? Да, честно говоря, было неинтересно играть. Но тем не менее ребята признают, игры с Францией оказались для каждого из них неплохой разминкой перед новым сезоном. Евгения Солохудина, Владислав Гусев, телекомпания ТВИН.